Приобрести бланк трудовой книжки несложно, он продается в каждом киоске, но в по-настоящему значимый документ его превращает печать работодателя. Однако в последнее время многие пренебрегают официальным оформлением, поэтому чиновники решили, что хранить трудовую у себя можно не дольше, чем полгода. Исправительные меры сроком до одного года. Именно таким должно быть наказание для уклонистов от подходящей работы. По закону таким считается труд, который соответствует уровню квалификации сотрудника и состоянию здоровья, а также доступности рабочего места. На деле же каждый самостоятельно определяет, чем и как хочет зарабатывать на жизнь. Могу после съемки прийти, допустим, 12 часов работал и там на ночь тоже засесть. Допустим, когда дедлайны, там приходится уже совсем в сроке работать, по несколько суток только вот выхожу в туалет и поесть, и все. У него нет начальника, а соответственно и трудовой книжки, офис и порой даже студию ему заменяет собственная комната. Владиславу 22, и он фотограф-фрилансер. Некогда хобби переросло в средства заработка. Свой ненормированный рабочий день он определяет в зависимости от заказов и тунеядцем себя не считает. Очень трудно подстроиться под определенный график. То есть, допустим, если есть график с 9 до 8, то это трудно вставать в 8 утра и идти на определенное место каждый день. Так у тебя в этом плане свобода, то есть ты себя не ограничиваешь. Ты мобилен, ты можешь спокойно подстроиться под любую съемку. Ты, допустим, работаешь на том же самом офисе, что-нибудь в этом роде, это уже мобильности гораздо меньше. То есть у тебя есть определенная планка, тебя уже загружают. По логике питерских депутатов Владислав должен официально устроиться в какое-либо фотоателье или встать на биржу труда. Однако, что делать людям других свободной профессии? Этим вопросом задается председатель профсоюза работников Калининградской области. Михаил Чесалин уверен, что подобные поправки к закону просто абсурдны. Если мы говорим о том, что давайте comeback to USSA, то есть возврат в Советский Союз, то, может быть, если возвращаться, то начать с восстановления социальных гарантий, бесплатная медицина, бесплатное образование, бесплатные путевки, бесплатный отдых и так далее. Если же мы говорим о том, что давайте оставим капиталистическое мурло сегодняшнее, а всю гадость, так сказать, и негатив из советского времени принесем сюда, то это получается, ну скажем, мы что, строим империю зла? Определить грань между тем, кто активно ищет официальную работу, и тем, кто все-таки хочет трудиться по призванию, практически невозможно. Политологи сходятся в одном. Начинать нужно с тех, кто порождает безработицу. С работодателей. Кирилл Попов и Михаил Эльбаум. Служба новостей. Город. Кирилл Попов и Михаил Эльбаум.